МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 ноября. День народного единства. В 1612 году народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. Ополчение вступило в Китай-город с казанской иконой Божьей Матери, покровительницей Отечества. В 17 веке царь Алексей Михайлович ввел 4 ноября празднование казанской иконе Божьей Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. День народного единства, праздник, которому более 400 лет. Еще в 1611 году первое народное ополчение взяло в осаду польско-литовский гарнизон в Москве. В лагере ополченцев собрались самые разные люди – дворяне, татары на российской службе, казаки, бывшие сторонники самозванца и просто искатели приключений. Внутренние распри ослабили ополченцев, поэтому взять столицу они так и не смогли. Однако свою роль сыграли. Пока захватчики-поляки и предатели-бояре сидели запертые в Кремле, в начале 1612 года из Нижнего Новгорода начался поход второго народного ополчения. Его организатором стал человек самого простого происхождения – Кузьма Минин, державший мясные лавки. Он вышел на городскую площадь и призвал народ освободить Россию от врагов. После этого Минина выбрали земским старостой и поручили собирать деньги на ополчение. Каждый нижегородец должен был отдать треть имущества на нужды армии. Командовать войском предложили князю Дмитрию Пожарскому, участнику первого народного ополчения, который в то время долечивал раны. Так появилось два вождя. Пожарский заведовал военными делами, Минин – хозяйственными. Трехтысячное войско Минина и Пожарского двинулось вверх по Волге, подчиняя своей власти города и уезды. По дороге к ним присоединялись все новые и новые ратники. Ополченцы наводили порядок, очищали территорию от воровских шаек, устанавливали нормальную власть. Они по кусочкам, город за городом, восстанавливали Россию. Это и стало их главным оружием, стратегическим преимуществом, которое принесло победу над интервентами. Решающая битва состоялась в самой Москве. Минин и Пожарский соединились с остатками первого ополчения – отрядом казаков под командованием князя Дмитрия Трубецкого. Вместе у них было чуть более 10 тысяч воинов против трехтысячного гарнизона Кремля и 12-тысячного войска польского гетмана Яна Хаткевича. Московская битва продолжалась три дня. Первые два русские войска лишь оборонялись, не давая Хаткевичу прорваться к Кремлю, а гарнизону сделать вылазку. На третий день перешли в наступление по всему фронту. После отступления Хаткевича судьба кремлевского гарнизона была предрешена. Спустя два месяца поляки, от голода дойдя до людоедства, сдались в плен. Участники народных ополчений вскоре выбрали нового царя. Им стал Михаил Федорович Романов. Во время торжественной коронации Пожарский и Трубецкой несли символы царской власти – скипетр и державу. Князь Пожарский стал одним из ведущих полководцев при новом царе, а Кузьме Минину пожаловали чин думного дворянина и поручили сбор налогов в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова